Топительный период у нас начинается в пятницу. Планируем запускать городскую котельку. Возможно, это будет, работы начнутся даже уже завтра вечером. Сейчас зависит от вопроса подписания документов, которые нам должен подписать согласователь Нафтогаз Украины и Одесса Газа. Транситер поставок на газ. В понедельник подписано распоряжение городской головы о начале топительного сезона. Сегодня мы теми техническими, скажем так, техническими нашими компонентами поставили электрокотлы, осуществляем дополнительный подогрев помещений детских садиков и младших классов в школах. Полноценно на эти выходные мы планируем уже, скажем так, подать тепло во все уже лечебные и учебные учреждения города. И это питьница у нас полноценно, я думаю, уже параллельно будут наполняться системы в жилых домах. Я думаю, в течение двух-трех дней из практики мы сможем уже выйти на нормальный стабильный режим котельной. Плюс еще, конечно, индивидуально будут по различным домам города, по отдельным стойкам, работать специалисты в ЖКЦ, которые будут там дополнительно стравливать систему, регулировать и так далее. То есть процесс, который занимает несколько дней, потому что это все полноценно уже работает. Отключение света, которое по традиции уже инициирует Одессу Буэнерго, оно перенесено в связи с чем, какие сроки и что будет с отоплением в связи с этим? Для нас что важно? Для того, чтобы нормальный город функционировал, у нас должно быть энергосторжение. Сегодня мы говорили о том, что мы согласовывали отключение света на 20-й четверг, потому что мы планировали вечером приступать к работе на котельной, чтобы в пятницу в 21-й уже подавать тепло на город. Поскольку Облэнерго попросила принести дату на 26-е, мы когда с специалистами собрались и обсудили, мы сочли это число для нас неудобным, эта дата. То есть на 20-е число, к сожалению, мы к ним подтвердили, я вел личные переговоры с коммерческим директором Облэнерго. К сожалению, они на 20-е не готовы ввели на эти работы. Как они говорят, потому что это связано с той непогодой, которая была, и они не могут выполнить 20-го, поэтому могут только не ранее 26-го. Поскольку мы только начинаем отопительный сезон, у нас будет понедельник, получается, 24-е число, котельная только будет выходить на эти режимы, плюс идет еще учебный процесс в школах, эта дата для нас неудобна. Поэтому отправлено письмо было вчера в Облэнерго. Предварительно мы согласовали в телефонном разговоре даты, что мы предложили Облэнерго сделать отключение, выполнить в одну из датс, с 1 по 3 ноября. Они могут себе уточниться, какой день будет более для них удобен. Поскольку это будет уже период школьных каникул, как минимум нам не нужно будет отменять учебушку. И к тому времени котельная уже будет в нормальном режиме функционировать. И то отключение, которое будет выполняться, мы постараемся, имеющимися у нас силами, а мы все время приобрели для города, большой генератор мощный, учитывая этот негативный опыт, который у нас уже был при отключении электроэнергии на несколько суток зимой. И мы постараемся как раз вот в этом режиме отработать, используем этот генератор для того, чтобы котельная переходила как раз на аварийную подачу и работу с генератором потом вернулась в обычный режим. Это как раз для нас была такая серьезная репетиция, тренировка. Но в то же время, если при отсутствии света 26, ну как обычно, как они предлагают, с 8 до 17, в принципе реально свет включается 9 начала 10, и до 5 они его включают в основную подачу. В несколько часов котельная не будет полностью выходить из режима, она будет переведена на генератор, мы надеемся, что она у вас будет нормально функционировать. То есть тепло в домах будет. Будет проблема с подачей воды, поскольку не будет работать насосы на канализационных инстанциях. Ну и не будет света какое-то время. Пока запланировано вперед, с первой по третьей. Дату, когда мы будем точно знать, согласуем ее, мы обязательно об этом заранее всем сообщим.